Оно уже не все так сразу стало получаться. Ко всему так или иначе приходишь со временем. Сколько себя помню, я всегда снимал разные видео. И как правило, они не уходили дальше моих личных архивов. Снимать все подряд мне не особо заходило, поэтому в ролике я старался заложить хоть какие-нибудь концепции. Параллельно с этим я попробовал себя в стрит-арте, и это стало еще одним моим увлечением, которому я уделял большую часть своего времени. Со временем работ накопилось достаточно, чтобы создать свою группу, где я могу делиться ими. Каждый раз я фоткал результат своей работы, но самое интересное оставалось за кадром. И в голову пришла идея объединить два своих увлечения. Но я так до конца и не понимал, как это будет выглядеть в итоге. А как об этом узнать, если не попробовать? Тогда я решил снять небольшой черновичок, дабы посмотреть, что из этого может получиться. Разумеется, я никуда его не выкладывал. Но сейчас я хочу с вами им поделиться. Однажды я наткнулся на разбитое окно. Я не сдержал своего любопытства и залез в него. Было очень интересно, что же находится внутри. Целый ящик пустых бутылок из прошлого. Я богат. Так, главное ничего не разбить. Даже страшно представить, сколько лет всей этой пылищи. Готово. Я поспешил разузнать, сколько я выручу за это сокровище. Блять. Это даже не 25 рублей. Ну и зачем он мне вообще нужен? Даже до помойки не понесу. Однажды я просто прогуливался по улице. И мне на глаза попался очень интересный предмет. И предмет, который я увидел, не мог остаться без моего внимания. Это был ящик со старыми бутылками из-под пива. Я, конечно же, взял его с собой. Интересно, что принесет мне эта находка? Однозначно, сегодня вечером фортуна на моей стороне. И я, неторопливой походкой, отправился в сторону. Ну, как-то так. Каждому из нас приходится с чего-то начинать. И, как правило, первые попытки оставляют желать лучшего. Но я отвечаю. Чем больше вы вкладываетесь в свое дело, тем лучше оно начинает получаться. Со всеми вытекающими последствиями. Кстати, у нас-то победитель обозначился. Чирил, шарил. Если вы не в курсе, то мы тут пазл со стикерочками разыгрывали. А вот и ваша работа из группы. Там открытая стена, и вы можете похвастаться своим творчеством. Конечно, если вы не занимаетесь. Но если нет, то я тогда не понимаю, чего вы ждете. Продолжение следует...